В Одинцовском районе четыре школы отличника, так называемые зеленые и три аутсайдера из красной зоны. Таковы результаты крупного исследования Минобразования Московской области по оценке эффективности работы директоров подмосковных школ. По мнению муниципальных властей, подобные рейтинги это отличный индикатор, который показывает, что можно и нужно улучшить или изменить в работе образовательных учреждений и их руководителей. Наша сегодняшняя с вами задача меняться опытом, понять, как школы аутсайдера смогут в кратчайшие сроки улучшить свое положение. Материалы Минобразования Московской области стали главной темой для обсуждения на встрече главы Одинцовского района с директорами школ. Управление образования района представило анализ ситуации. Предполагается, что школы-лидеры смогут закрепить свое положение с помощью программ повышения квалификации для преподавательского состава. Такие программы могут помочь и образовательным учреждениям, набравшим небольшое количество баллов. У нас хорошая гвардия директоров, способна. И хочу вам сказать, что сейчас остановлюсь на некоторых аспектах повышения квалификации. Но это главный вопрос. Как мы будем повышать квалификацию? К чему мы будем стремиться? Какие будут инструментарины? Работу директоров оценивали по 10 основным показателям. Специалисты учитывали число участвующих в Олимпиадах учеников и коэффициент внедрения информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, принимали во внимание условия обучения, работу с родителями и детьми в каникулярное и внеурочное время. Рейтинг выявил некоторые сложности, первым шагом на пути к исправлению которых станет разработка подробной дорожной карты. Это наша общая задача. Мы вместе с вами будем выбираться из желтых или из красных зон. И те дорожные карты, которые сегодня вы озвучите или будете в дальнейшем предлагать, это и наша дорожная карта и управление образованием. Мы вместе с вами будем этой работой заниматься. Предполагается, что руководители школ, набравшие малое число баллов, пройдут переподготовку и начнут активно обмениваться опытом с коллегами, вошедшими в зеленую зону. К этой работе могут привлечь и Одинцовский филиал НГИМО. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.